Кушарку и врача, который это понимает. Где рожать буду, не знаю. Я уже говорила, что пока не решила. Привет, Донецк. На сколько я ложусь спать? Ну, на самом деле, спать нужно ложиться до 11 часов. По-нормальному... Дождь начинается. По-нормальному в 11 уже нужно спать, потому что у нас начинает вырабатываться гормон. И не один. Это мелатонин и самототропный гормон. Они очень нам нужны. Кстати, и для похудения тоже очень важно. И для беременных очень важно. У меня вообще, в принципе, с мелатонином... Я там была в рефлексодиагносте с мелатонином проблемки, которые сказали, обязательно ложиться до 11. Вот. Но бывает не получается. Это 12. Вот так, максимум 12. Ну, 11.3.12. Вот так. Так. Еще секунду. Надо блокировать людей некоторых. Так. Хочется взять рецепты запеканок разных овощных и мясных. Ну, я делала овощные запеканки. Ну, в общем, постараюсь. Я-то все равно, ну, как-то для нас это... Я постараюсь, конечно, приготовить, да, что-то. Просто я в основном снимаю то, что мы кушаем сами. То, что мы любим сами. Вот. Как будете выбирать победителя по каким критериям? Ну, я говорила в сторис, что для меня жутко сложно выбрать одного человека. Потому что я считаю, очень много достойных девушек, которые... Ну, которым... Да там все. Ну, то есть все, кто пишет. Понятно. Все истории. Истории, которые... Ну, в общем, я не буду, да, озвучивать. Но у всех разные свои истории. Тяжелые у кого-то. У кого-то более, у кого-то менее. Естественно, для начала я сейчас отбираю тех, у кого... Именно истории, которые меня затронули. То есть я выберу человека, который... Да, очень сложно. Зачем вы меня это спрашиваете? На самом деле, для меня это трудно. Поэтому я говорю, у меня вот эта вот ситуация очень смотивировала сделать именно марафон, в котором могут быть несколько человек одновременно. Но надо как-то подумать, чтобы, да, их... Можно было всех контролировать. Чтобы не так, чтобы, да, набрать просто кучу человек. И пусть сами там что хотят, то и делают. Вот. Так что так. Ну, по критериям, то есть я выберу... Стараюсь выбрать человека, именно которого это, по моему мнению, больше всех нужно. Вот. Есть, то есть девочки, у которых вес... Вот, например, пишет мне девочка, у которой лишний вес 5 килограмм, или которая... У которой вообще нет лишнего веса, да? И она просто хочет правильно питаться. Или пишет мне девочка, которая 30 килограмм лишнего веса. И у нее, например, какие-то заболевания, которые, соответственно, из-за лишнего веса. Там... Вот, например, очень много мне девушек пишут с метаболическим синдромом. Ну, или там есть те, у кого сахарный диабет, гипотириоз и так далее. Вот. Заболевания щитовидной железы. Ну, они вообще у многих заболевания щитовидки. В общем-то, как-то так. Ой, что-то я... Наверное, я пойду домой. Ездите за рулем? Нет, я очень хотела сдать на права. Когда вернусь в этот... В Россию. Ну, когда вот мы вернулись сюда. Но, к сожалению, из-за этой пандемии я не пошла никуда. Потому что... Потому что... Пандемия. Чтобы не было лишних контактов и так далее. Вот. Планирую уже после родов, наверное, сдать на права. Очень хочу. Пробовала кататься на машине. Стрёмно. Капец. Я, мне кажется... Дикий олень вот за рулем. Ну, может, после того, что я первый раз как бы села. Но я первый раз села и проехалась. Да. Проехалась с Андреем. Там мы катались. Всё окей. Но тупила я. Мама родная. Я не знаю, все так тупят. Или только я. Вот. У нас тут во дворе всё никак-никак. Так много дел. Идёт стройка. Идут ремонты. Я уже захожу домой. Ой. Сейчас. Ничего не видно. Класс. Вообще. Так. Бусинка. Где бусинка? Нам нужно обычно встречать. Нет бусинки. Всё. Я дома. Буду сейчас... Есть. Я буду есть. Как всегда. Андрея дома нет. Сегодня. Бусинка. Бусинка. Что? Скажи всем привет. Рыжая чушь. Ложись. Буська. И что? Что мяу? Всё. Друзья мои. Сейчас буду ужинать. И дальше разберут ваши сообщения. Плюс ещё. Сегодня хочу посмотреть лекцию. Двухчасовую. Да? Наверное не успею. Хотя бы часик посмотрю. Так что так. Всех обнимаю. Целую. Спасибо большое. Что вы выходите со мной в прямой эфир. Мне очень приятно. Да, бусинка? Да. Всем приятно. И мне. И бусинки. Да, бусюль? Иди сюда скорей. Иди сюда. Ой, тьфу своей лапой. Скажи всем привет. Всем привет. Я рыжая чухня. Ля-ля-ля-ля-ля. Бусь, ты у меня забираешь вообще лайки. Ты у меня забираешь просмотры. Ты знаешь? Потому что в сторис все подписчики больше всего ставят реакции тебе. Между прочим. Совесть у тебя есть? Сегодня рисаешься вечерней порцией корма. За это, да. Лишаешься. Кот-бегемот. Свинюшка. Те, кто пишут на бусинку, что она страшная, не обижайтесь, буду тоже. Ну, там понятно, там грозный вид. Это я знаю, что у бусинки грозный вид. Но кто будет оскорблять мою кошку по ее внешности, буду блокировать. Потому что нельзя судить по внешности. Я никогда никого не сужу по внешности. Это плохо. Нужно судить не за внешность, а за внутренность. Это очень важно. Потому что бусинка самая добрая кошка в мире. Она за 9 лет никого не укусила, не поцарапала. Никогда в жизни. И как бы вы ее не мучили, что бы вы с ней не делали, как бы вы ее не трепали, вы в жизни не дождетесь от бусинки, что она вас укусит. И она через 5 минут к вам придет и будет вас облизывать, целовать. Понятно? Так что бусинку... Так, тут надо скрывать прямые эфиры от некоторых. Поэтому, кто будет оскорблять бусинку, всех заблокирую. Бусь, ты согласна со мной? Да, ты согласна. Ты согласна, рыжая моя кошка. Рыжая кошка, рыжая кошка, кошка-картошка. Бусь, почему ты пол не убрала, пока меня здесь не было? Что это за мусор?